В фонде поддержки предпринимательства и предоставления гарантий Неницкого округа начался прием заявок на получение микрозаймов. Подробнее об этом и многом другом мы поговорим сегодня. У нас в студии директор микрофинансовой организации, фонд поддержки предпринимательства и предоставления гарантий Алексей Попов и его заместитель Сергей Михайлов. Алексей, Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. Сразу начнем. Впервые в регионе появилась такая услуга, как микрофинансирование. Я думаю, что многие уже об этом слышали, в средствах массовой информации об этом очень много говорили, но не все знают подробнее об этой услуге. Давайте начнем. Добрый день еще раз, уважаемые зрители. Значит, действительно, в округе это первый раз. Что такое микрозайм? Это такого рода кредит, только, во-первых, на льготных условиях. Это минимальная процентная ставка от 5,5 до 10% годовых. И это минимальный пакет документов, который регламентирован только законодательством. То есть никаких дополнительных документов для этого не требуется. Плюс ограничения есть в отличии от кредита. Это сумма до 1 миллиона рублей и срок до 3 лет. То есть это такие основные критерии, которые отличают его от кредита. Вот это вкратце, если что, это такое. Я читала, что есть разные типы, разные пакеты этих кредитов. Расскажите подробнее. Да, все верно. Значит, в фонде разработано 6 видов микрозаймов. Пытались при разработке данных видов охватить весь сегмент рынка предпринимательства и весь сегмент целевого использования. Что его можно было бы потратить? Если вкратце, из этих 6 видов. Это один из видов для начинающих предпринимателей, у которых срок регистрации до 12 месяцев и ранее они не были ни учредителями каких-либо юрлис, либо ранее не были зарегистрированы в качестве предпринимателя. Это для начинающих. Также есть для сельхозтоваропроизводителей вид микрозайма. Там предусмотрены непосредственно те, кто занимается сельским хозяйством. И цели именно на сельское хозяйство – переработку, закупка удобрений, закупка кормов, животных и так далее. Также есть на пополнение оборотных средств – это те, кто занимается производством либо торговлей. То есть, чтобы пополнить свой либо торговый запас, либо оборотные средства для производства того или иного вида продукции. Есть на инвестиционные цели до 3 лет, которые – это на закупку основных средств. Это станки, транспортные средства грузовые, либо специализированные для бизнеса, ремонт, реконструкция, строительство и так далее. Есть также на доверии разработан продукт. Это до 200 тысяч без какого-либо залога. Это для клиентов, которые уже проявили себя как надежный наш заемщик фонда, которые уже взяли ранее один займ и его погасили в полном размере без каких-либо просрочек. Этот продукт заработает, естественно, немножко позже, когда воспользуется ранее займом. Вот это основные виды продуктов, так если вкратце. Более подробно, конечно, это либо на нашем сайте, либо позвонить в фонд и уже детально все расскажем, готовы пояснить, помочь и так далее. То есть суммы, сроки заемов и процентные ставки, они зависят конкретно от каждого вида? Да, то есть нет, то, что сказали мы, ставка от 5,5 до 10, это не значит, что под каждого клиента подбирается. Нет, ставки фиксированы, по каждому виду займа есть своя ставка. При определении, чем Юрли Соли БП занимается и на какие цели он будет брать займ, определяется тот или иной вид продукта. И там уже будет срок, займ, ой, срок, срок и процентная ставка. А кто будет принимать решение? Решение принимается, значит, Советом фонда утверждена комиссия по предоставлению займов. Туда входят сотрудники фонда и сотрудники Департамента финансов, которые будут принимать решение о выдаче либо об отказе. То есть тут не то, что отказать либо выдать. Тут наша задача в том, чтобы выдать заемщику дешевый займ, его, как говорится, воспользоваться и вернуть, а не наша задача загнать его в какую-то долговую яму. Поэтому отказ мотивируется в первую очередь, чтобы помочь, а не загнать долги предпринимателя. А срок принятия решения? Две недели. То есть с момента предоставления полного пакета документов фонд и момента регистрации данной заявки, фонд в течение двух недель рассматривает заявку, пишет заключение и выносит на комиссию. То есть сроки минимальные. Хорошо. А по каким причинам комиссия может отказать от выдачи микрозайма? Первая причина – это слабое финансовое состояние. И если будет видно, что человек не способен погасить, если человек из-за нашего займа видно, что он попадает в убытки, то есть его выручка ежемесячная не покрывает ту сумму, которую он должен погасить. Это первая ситуация по финансовому состоянию. Вторая ситуация – это по негативной информации, это наличие просрочек по ранним кредитам, наличие каких-то решений суда, что есть у него там обязательства, дела, находящиеся у приставов, о взыскании какой-либо той. То есть вся негативная информация, которая может повлечь риск невозврата нашего займа. Потому что деньги бюджетные, и контроль за ними очень серьезный. И их, естественно, надо будет возвращать. А если все-таки вы понесете эти риски? В соответствии с законодательством, то есть то, что нам выделяют деньги, это не целевые, то есть только на выдачу займов. А в соответствии с законодательством, фонд, зарабатывая проценты на выданных займов, в случае просрочки, обязан формировать резервы. И вот погашение этих просроченных займов будет ни в коем случае не из бюджетных, вот этих денег целевых, а за счет сформированных резервов на заработанной прибыли. И за счет резервов, получается, идет списание безнадежной этой задолженности. Какие документы нужно предоставить предпринимателю, чтобы получить займы? Да, значит, пакет документов, ну, опять же, в первую очередь на сайте можно более детально ознакомиться в случае вопросов звонить в фонд. А пакет документов минимальный, как можно меньше сделали, это анкета заявления, это все учредительные документы, устав, либо свидетельство ИНН, ОГРН, вправка из налоговой об отсутствии задолженности в бюджет, выписка из ЕГРЮ, либо ЕГРИП, где мы могли бы посмотреть, чем занимаются, какие учредители у данного заемщика, вот, и финансовые документы, чтобы мы смогли оценить финансовый его результат. Вот это вкратце, если, вот, про основной пакет документов. По залогу там дополнительный пакет документов, в зависимости от того, что предоставляет заемщик залог. Транспорт, недвижимость, товары в обороте и так далее. Вот такая практика, как микрофинансирование, она же в других регионах развита. Вот вы изучали? Да, изучали, смотрите, какая ситуация. Вообще, практика, вот, именно региональных фондов микрофинансирования, которые осуществляют предоставление микрозаймов за счет бюджетных, она с 2005 года. И этот институт был создан временный, то есть, чтобы развить малое предпринимательство, и планировалось на 3-4 года, и эти институты позакрывать. Но они настолько были востребованы, что вот уже 10 лет, в том году был юбилей, эти фонды существуют, и сейчас практически в каждом регионе такие фонды есть, и их достигает по 5-6 фондов в том или ином округе. То есть, уже создаются именно при муниципальных образованиях, при городах. То есть, практика развития этого института. Прием заявок начался 16 марта, уже кто-то пришел. Значит, смотрите, консультации, то есть, информация о том, что фонд скоро начнет работать, была уже давно, соответственно, люди приходили, консультировали, спрашивали, кто-то начал уже собирать пакет документов. Вот таких вот консультаций было уже более 50 человек. Мы ввели реестр. Именно, что вчера принесли готовый пакет документов, такого не было. Но вот буквально перед вашим выездом поступила заявка от нашего частного детского садика. То есть, они тоже будут у нас планировать получить микрозайм. Вот, еще не просматривали, потому что вы ехали к нам, сейчас приедем, просмотрим. Если там полный пакет документов, то мы регистрируем и берем работу. Вы уже упоминали, по-моему, что бюджет этой, так скажем, услуги 6 миллионов рублей. Да, на 2016 год. Вот пока что в бюджете заложено 6 миллионов рублей. А вот исходя из чего формировалась такая вот цифра именно? 6 миллионов? Ну, наверное, я так предполагаю, из того, что это, во-первых, будет первый раз в этом округе. Во-первых, дефицит с бюджетом, всем это известно. И второе, это попробовать, посмотреть, как оно себя проявит, как зарекомендует востребованность, в первую очередь, чтобы не закладывать в бюджет неэффективное использование. Алексей, а тяжело было фонду получить? Я так понимаю, что должна быть лицензия у организации, чтобы оказывать такие услуги? Да, чтобы начать микрофинансовую деятельность, надо было провести все учредительные документы в соответствии и подать эти документы на регистрацию в Центробанк, который выдает необходимую лицензию. То есть без лицензии, конечно, вести деятельность по микрофинансированию, тем более в рамках государственной поддержки предпринимательства, мы не имели права. И первоначально, как вы знаете, фонд назывался иначе, он назывался как «Фонд по привлечению инвестиций и поддержке предпринимательства». Позже, так как надо соответствовать законодательству, мы были вынуждены поменять название именно с той необходимостью, чтобы стать микрофинансовой организацией. Сейчас перед словом «фонд» у нас приписка «микрофинансовая организация». Вот такая у нас сборная солянка. Ну и на самом деле фонд — это организация, которая объединяет в себе наш региональный фонд. Сразу несколько институтов поддержки. Это и гарантийный фонд, и фонд микрофинансирования, и корпорация развития, как по примеру в других регионах, где-то корпорация развития, где-то агентство по привлечению инвестиций. Ну и, конечно же, фонд поддержки предпринимательства — это в плане поддержка, консультационная и так далее, где в других регионах эту функцию выполняют бизнес-инкубаторы. Алексей, а какой всё-таки эффект вы ожидаете от появления вот этой услуги как микрофинансирования? Может быть, увеличится объём вот вновь зарегистрированных предпринимателей? Микрофинансирование является одной из самых действенных мер государственной поддержки предпринимательства и, можно сказать, менее рискованной. Допустим, если мы даём грант, то это как получается инвестиция, и мы её даём авансом, и в ближайшей перспективе бюджет не ждёт возвратов. То есть по гранту возврат — это либо налоги, либо отчисления в фонды, в пенсионный, в фонд социального, медицинского страхования и так далее. Здесь же мы даём возвратные деньги, мы даём, и мы на этом ещё в какой-то степени зарабатываем. Немного, потому что это всё-таки государственная поддержка. И мы рассчитываем, что с появлением данной услуги государственной поддержки в Нинецком автономном округе возрастёт и количество субъектов предпринимательства, и будет увеличен оборот именно уже существующих субъектов малого бизнеса, потому что на данные деньги они смогут и купить оборудование, и пополнить оборотные средства, и кто-то выйти из непростой ситуации, но в перспективе всё-таки понимая, что его бизнес имеет жизнеспособность. То есть положительная динамика, она однозначно должна быть. Кроме микрофинансирования должно появиться и гарантирование. Тоже можно подробнее об этом? Да, всё верно. Также фонд сейчас работает над запуском гарантийной системы, то есть поручитесь. Планируем её запустить, наверное, апрель, начало апреля, потому что там есть определённый регламент. Это конкурсная процедура, чтобы отобрать банков, партнёров, заключить с ними соглашение. Ну, то есть немножко длительная процедура, но в ближайшее время тоже хотим запустить. Там суть какая? Идёт непосредственно с банком. То есть клиент, заёмщик, обращается в банк на предоставление ему уже кредита на условиях банковского рынка, то есть на условиях банка, в то, к которому он обратился. В случае, если у заёмщика не хватает своего залога в обеспечение предоставить банку, он обращается в фонд выступить поручительством, то есть заменить вот этот залог. А фонд имеет право по законодательству обеспечить не более 70% его займа. И таким образом фонд выступает поручителем на весь срок получения кредита в банке. В случае, в дальнейшем, если заёмщик не в состоянии вернуть кредит и банк выходит на него в суд, вот тут, получается, включается фонд. Он возвращает данный займ за заёмщика, чтобы заёмщика не вводить в банкротство. Вот в этом основная суть поручительства. Теперь немножко всё-таки попроще и поподробнее. То есть, если возникают какие-то риски, фонд возвращает этот займ в банк? Ну, даже не то, что риски, а именно момент невозврата данного кредита в банк. Какие отношения здесь тогда возникают далее у заёмщика и у фонда, если фонд за него поручился? Отношения никаких, потому что вот эти деньги, выделенные на поручительство, они предназначены непосредственно на погашение той или иной задолженности в случае просрочки. Вот. То есть, у них целевое такое назначение. Но, естественно, будет, во-первых, финансовый отбор банка данного клиента, чтобы мы не просто раскидывали с деньгами за всех подряд. И при принятии решения, готов ли поручиться фонд за данного заёмщика, также будет решаться на комиссии. Также будет оценено финансовое состояние заёмщика. Если фонд видит, что изначально заёмщик не вытянет этот кредит, естественно, фонд поручаться не будет. Но, то есть, это больше на форс-мажорные такие обстоятельства, на какие-то, ну там, я не знаю, ситуации, когда поставщик подвёл, или, ну то есть, не так, что видим, что он не вытягивает кредит, и мы поручились, и всё, и завтра мы за него погрешили. В принципе, таких ситуаций не должно возникать. Не должно быть, да, потому что, опять же, бюджетные деньги, это, ну, на них особый контроль. Но если возникнет такая ситуация, то заёмщик никакой ответственности не несёт, то есть, за него погасили вот эти вот просроченные задолженности. Да, почему? Потому что заёмщик нам оплачивает эту услугу. То есть, по законодательству, вот данная услуга, то, что мы поручаемся, она не может превышать 3% от нашего поручительства. Но индивидуально для каждого заёмщика рассчитывается свой процент, сколько он нам оплатит. Это зависит от срока, на который он берёт в банке кредит, от суммы, на которую он берёт, и от того, какой процент он даёт своего обеспечения. То есть, 70 – это максимум, но мы можем пополам, да, 50% он обеспечивает, 50% – мой. Поэтому это рассчитано индивидуально. В среднем, это будет 2-2,5% от суммы нашего поручительства, но не более 3. То есть, если там расчёт показывает, что это будет больше, то не более 3. То есть, услуга – это тоже платная. Но это, на самом деле, дешёвая услуга для того, чтобы взять кредит в банке. И отбор кандидатов. Как же будет проводить кандидаты? Отбор точно такой же, как при получении микрозаймов, но здесь будет немножко он серьёзнее, потому что сначала, получается, его отбирает банк, то есть, проводит анализ, может ли банк дать кредит, то есть, это одна ступенька, и потом он приходит к нам на вторую ступеньку. Мы уже отбираем его, можем ли мы за него поручиться или не можем. То есть, тут ещё как бы жёстче. Но также принимается решение на комиссии с написанием ответственных служб, ответственных сотрудников своих заключений по юридической части, по безопасности, по финансовой. Вот. И выносит на комиссию. А бюджет этой услуги какой? На 2016 год в программе заложено 20 миллионов, но там есть определённый регламент, сначала выделяется 10 миллионов, при осваивании этих 10 миллионов, при осваивании, в смысле, не то, что мы выплатили за кого-то, а при осваивании, что мы дали поручительство, тогда дополнительно даётся ещё 10 миллионов. И когда планируется запустить эту услугу? Ну, планируем вот апрель месяц, начало апреля. Потому что, говорят, есть определённые процедуры в плане конкурсного отбора, это немножко дольше. Но на апрель рассчитываем. И как ожидаете, вот эффект тоже будет? Будут пользоваться популярностью? Тут, получается, микрофинансирование и гарантирование, они идут вместе. То есть, тому предпринимателю, которому необходимо до миллиона рублей, ему лучше взять микрозайм. Тот, кому надо больше, он идёт в банк, получает, так сказать, кредит, оформляет все документы, договорные с банком, и берёт поручительство у нас, чтобы не закладывать своё какое-то имущество. То есть, это уже на более такую расширенную сумму. То есть, они должны вместе идти в купе и формировать такой кулак государственной поддержки. Насчёт востребованности, будем анализировать, то есть, смотреть, как это пойдёт, потому что в настоящее время кредитами, кредитуют банки малый бизнес неохотно, предприниматели стараются меньше брать кредиты, потому что сейчас процентная ставка очень большая, но такая мера поддержки, она всё равно в регионе должна присутствовать, на наш взгляд. Поэтому мы её будем запускать. Пока на 10 миллионах, и, соответственно, сумма гарантирования у нас будет не очень большая. Мы не на очень большую сумму будем поручаться. Например, на сколько получается, Сергей, если 10 миллионов? Смотрите, объясню. То есть, мы имеем право поручиться не более 70% от общего, но не более 10% от гарантийного капитала. А гарантийный капитал это 10 миллионов рублей, то есть, миллион. То есть, пока что мы можем поручиться на миллион рублей. Соответственно, сумма займа в банке это где-то полтора миллиона триста, вот так вот. Это минимальное. Больше, пожалуйста, мы можем пополам поручиться, он берет 2 миллиона кредит в банке, миллион обеспечиваемый, миллион он и так далее. То есть, от миллиона триста до 10 миллионов. Тогда у нас сумма обеспечения будет 10% составлять. Вот так. Ну, средний сегмент 2 миллиона, наверное. Это вот так вот. Сейчас это микрофинансирование гарантирования запускается за счет окружных средств, но в будущем, когда мы покажем положительную динамику, когда у нас будет уже что показать, мы можем податься на софинансирование в федерацию. То есть, есть такие программы федеральные? Да, есть федеральные программы, в них надо участвовать. Чтобы в них участвовать, мы должны начать работать. Поэтому мы должны запустить микрофинансирование и гарантирование. То есть, вот так. Я думаю, что стало всем понятно, подробно объяснились. Спасибо большое. Какие-то еще планы, новые, какую-то поддержку планирует фонд? Мы сейчас продолжаем развивать информационно-консультационную поддержку. В настоящее время очень много предпринимателей приходит к нам в фонд, и мы регистрируем их в режиме офлайн, но в настоящее время мы запускаем на нашем сайте онлайн-консультант, в котором мы хотим сконцентрировать все меры поддержки, и региональные, и федеральные. И гранты, и субсидии, и микрофинансирование, гарантирование, а также имущественная поддержка, и информационная. Все виды поддержки, то есть, они будут на нашем сайте, где предприниматель, куда предприниматель может зайти, выбрать, в какой форме он зарегистрирован, какой у него бизнес по размеру, и чем он занимается, какие направления, и ему высветятся все возможные виды поддержки. Он сможет как по принципу в интернет-магазине отфильтровать, по оператору поддержки, по типу поддержки, и увидит весь список, который, ну, в чем он может поучаствовать. Это на самом деле очень здорово, потому что предприниматели часто жалуются на информационный вакуум. Хотя в настоящее время власти региона, они активно рассказывают по всем средствам массовой информации о запуске каких-то новых мероподдержки. однако в одном месте этого сконцентрировано вот не было. Сейчас мы над этим работаем. Также мы продолжаем, фонд продолжает работать над проектами развития. Это мы изучаем различные направления бизнеса, которые могут быть востребованы в нашем регионе. Какие-то направления бизнеса мы прорабатываем более подробно, какие-то менее подробно. Оцениваем и даем экспертное заключение о целесообразности и возможности ведения данного направления бизнеса на территории нашего региона. И данные проекты обсуждаются на аккредитационном совете, на аккредитационном штабе. Может быть, есть уже какие-то проекты, которые вот-вот будут реализованы? Ну, насчет проектов, это всем известный наш частный детский сагик, который мы все дружно пытаемся запустить. У нас уже есть предприниматель, который получил поддержку и который будет получать еще в дальнейшем поддержку. У нас есть отличный проект по пекарне в населенных пунктах и по химчистке. Вот эти все проекты мы развиваем и сопровождаем. То есть, их у нас, в принципе, достаточное количество. И есть еще идеи по новым направлениям, которые мы еще будем только разрабатывать. В том числе, мы в рамках современного кризис-менеджмента вот этого, так как есть дефицит бюджета, мы прорабатываем вопросы по конкуренции между частными предпринимателями и государственными учреждениями, а также вопросы передачи части услуг на аутсорсинг. Это, например, клининговые услуги, информационные какие-то услуги и так далее. То есть, в принципе, много сейчас есть направлений, которые могут быть переданы с государственных учреждений на предпринимателя. Тем самым, мы будем развивать, переводить рабочую силу из государственного сектора в частный. И сейчас также, чтобы наш регион был более инвестиционно привлекательный, мы разрабатываем совместно с Ненецким информационно-аналитическим центром информационную карту, инвестиционную карту, где будут отражена вся информация о регионе, на которую потенциальный инвестор или предприниматель, который хочет зайти на территорию округа, может познакомиться с регионом, узнать, какие есть проекты, какие проекты будут реализованы за счет государственных бюджетных средств, и узнать информацию о муниципальных образованиях, о том, какие цены, сколько населения, ну и так далее. Вот направлений деятельности у фонда очень много, и такая творческая работа очень в фонде, и поэтому мы трудимся. Алексей, можно чуть подробнее об отсорсинге? Думаю, немногие знают, что это такое, а на самом деле очень перспективное такое направление. Аутсорсинг — это услуги, которые, неважно, государственная или частная организация, выгодней передать по договору оказания услуг. Например, бухгалтерия — это самая популярная услуга, которую передают на аутсорсинг. либо ты оформляешь себе в штат бухгалтера и платишь ему зарплату, отчисление за него, ему офисное место, то есть затраты значительные, либо ты платишь значительно меньшую сумму и заключаешь договор со специализированной организацией, которая ведет аутсорсинговые услуги, и это предоставляет услуги по бухгалтерскому сопровождению, и ты, тебя не волнует, допустим, вопрос отпуска работника и так далее. То есть сплошные плюсы. Также это только один пример. Мы сейчас работаем именно по направлению передачи услуг из государственных учреждений предпринимателям. Например, ну вот, как я уже сказал, это клининговые услуги. Сейчас во всех учреждениях есть свои, ну почти во всех, есть уборщики, есть те, кто технический персонал, и, возможно, есть целесообразность, мы не говорим, что это 100%, что это надо так сделать, это надо обсуждать, конечно. Есть возможности, экономическая целесообразность, передать это предпринимателям, тем более предприниматели всяко смогут предоставлять эти услуги. Также информационные услуги в учреждениях есть программисты свои, люди, которые занимаются сопровождением компьютером, настройкой. Это можно передать предпринимателям, которые сейчас в настоящее время работают на территории округа. То есть направлений очень много. Направлений много и вообще аутсорсинг такой перспективный. Я думаю, что в округе у нас может получить толчок развития. Сергей, Алексей, спасибо вам большое за интересную беседу. К сожалению, время нашей программы истекло. Это было актуальное интервью. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова